Учителям с января повысят заработную плату. О том, как теперь будет оплачиваться труд бюджетников, в Алматы разъясняла министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуисенова. Новая модель системы оплаты труда предполагает дифференцированный подход каждой категории сотрудников. Не последнюю роль будут играть квалификация, стаж и образование. Я напомню, новый трудовой кодекс не только предусматривает стандарты гарантии и компенсации работникам, но и обеспечивает контроль их исполнения. Тамара Дуисенова отметила, что алматинцы приняли самое активное обсуждение проекта Трудового кодекса и больше всего предложений поступило именно от них. На встречу в Республиканском протезно-ортопедическом центре собрались общественники и люди, которые действительно нуждаются в социальной защите. Это ветераны, инвалиды и многодетные матери. Мы, наверное, единственное государство в рамках СНГ. И, может быть, не знаю, даже включая Евросоюза, которые на эти годы с учетом вот такого финансового состояния повышают социальные выплаты по всем категориям граждан. Только в текущем году по заработной плате дополнительно к нам выделяют 273 миллиарда тенге. Только для повышения господспособий на 25% для наших лиц ограниченной возможности более 50 миллиардов тенге.